Здравствуйте! Вот есть такой термин парадокс Ферми или Ферми. Ну, по-моему, я раньше говорил Ферми, он был итальянец, я делал ударение на последний срок, слог, а сейчас говорю Ферми, потому что он стал итальянцем, работающим в США, естественно, там его вот так вот на первый слог делали ударение, Ферми. Энрико Ферми как-то однажды заметил, вот смотрите-ка, вот всё говорят летающие тарелки, летающие тарелки, инопланетяне, инопланетяне, а где они? Их же нет. Нет никаких свидетельств о том, что в бескрайних просторах нашей Вселенной, да что там нашей Вселенной, в окрестностях нашей Солнечной системы, нет вроде как заметных проявлений неких крупных цивилизаций, суперцивилизаций. Дело в том, что Вселенной существует миллиарды лет, Земля существует миллиарды лет, человечество всего-то навсего там, ну скажем, даже биологически в ту пору считалось 20 тысяч лет, сейчас его немножко увеличили, но человеческая цивилизация явно не больше там 10-15 тысячелетий, а мы уже, понимаешь, атомную бомбу делали, этого был у Энрика Ферми, один из создателей атомного оружия, ну и много чего другого, и уже тут, понятное дело, уже в космос собирались лететь, уже во всю космос осваивали писатели фантастических романов, сплошь и рядом летали всё по космосам, они, вот, ну и летать-то они летали, но, понимаешь, где, ну там-то, понимаешь, обогни нас на миллион лет, и ты уже будешь по галактике летать, обгони нас, да, ну, господи боже мой, в пределах нескольких миллиардов лет, и там миллион лет, но наверняка мы не первые, если их много цивилизаций. И вот возник вопрос, а чё же действительно молчит космос? Значит, была такая формула, которая, значит, позволяла оценить количество цивилизаций во Вселенной, значит, которых мы можем вот сейчас вместе с нами там живут и активно действуют, чтобы их с ними попытаться установить контакт. Ну, значит, у какой доли планет, а там все эти коэффициенты были очень, так сказать, приблизительные долгое время, у какой доли планет есть, у какой доли звёзд есть планеты, а вот сколько из этих планет могут быть, в принципе, вот, находиться в зоне благоприятной, там, где, от своей звезды, там, где вода бывает, значит, в жидком виде, да, вот, значит, ну, чтобы для жизни вроде как это очень важно. Ну, вот так-то вот все эти коэффициентики, даже если ставить их очень маленькими, брать там типа ноль, запятая, два нуля, там, сколько-нибудь, но все равно было набирало, что из огромного количества звёзд, окружающих нас, должно быть много цивилизаций. Там, правда, был ещё один коэффициент. А продолжительность активной фазы существования цивилизации? Понятное дело, цивилизация может погибнуть. И вот, значит, применительно к нашей цивилизации, значит, интересен вопрос, как же вот она может жить и существовать. Ну, давайте так вот рассмотрим. Ну, упади метеорит. Ну, метеориты кучу раз на Землю падали, такие большие, значит, какой-нибудь астероид. Ну, да, будет большая катастрофа, да, огромные человеческие жертвы. Но человечество не вымрет, как биологический вид, и даже более того, не прервётся от цивилизации. В 60-х годах пошла, значит, такая волна проблем о том, что у нас не хватит нам ресурсов. Не хватит ресурсов, Земля быстро станет перенаселённой. Ну, кстати, обратите внимание, это не гибель цивилизации, это перенаселённость. Понятное дело, что пройдя через, то есть это кризис грядущий, пройдя через этот кризис, человечество всё равно сохранится, оно не погибнет. То есть будет мало есть, кто-то вымрет, кто-то останется живой. Это печально, но тем не менее. Был такой, значит, римский клуб, это, так сказать, по заказу римского клуба, значит, некая группа учёных подготовила отчёт, доклады римскому клубу это называлось, вот, в котором, значит, вот живописали сложности ближайшего развития Земли. Дело в том, что в ту пору время удвоения населения было 30 лет. Вот, пожалуйста, ещё два удвоения, и мы уже, значит, за каким-то там 20 миллиардов нас уже будет. Но этого, к счастью, не случилось. Удвоения эти вот прекратились. С такой тенденцией численность населения на земном шаре сошлась, называясь демографический переход. Вообще, в общем-то, в общем-то, в целом продовольствия пока хватает. Вот, даже несмотря на локальные кризисы, что очень печально, но продовольствия в целом хватает. Чё делать? Значит, ну, теперь была такая концепция ядерной зимы. Ядерная зима о том, что мощное воздействие ядерного оружия Советского Союза по Америке, Америки по Советскому Союзу, приведёт, значит, к исчезновению жизни на Земле вообще. Но тут уж цивилизация точно погибнет. Это не просто там какая-то война, после которой люди станут умнее и, значит, будут больше заботиться о мире, а вообще гибель всего живого. Вот. Ну, вообще-то говоря, внимательный, не популистский расчёт показывает, что ядерная война – это плохо, и это большие жертвы. Но это не гибель жизни на Земле, потому что вот таком вот сдвинуть, ну, скажем так, климат, да, изменить климат человек не может даже с помощью ядерной войны. Не слишком маленькие энергетические ресурсы он обладает по сравнению с теми энергиями, которые Солнце закачивает, так сказать, в нашу атмосферу и гидросферу. Слабы мы слишком для этого. Так, ну, тем не менее, я недавно прочитал в журнале «Природа» статью о том, что вот как раз рассматривается вероятность выживания человечества в ближайшие несколько десятилетий. И автор, значит, оценил её как 10 в минус пятой-10 в минус седьмой. То есть одна стотысячная, одна десятимиллионная. Вот так вот, вот в этих пределах, вероятность выжить в ближайшие десятилетия. Ну, он, правда, опирается на то, что вот всё-таки глобальная ядерная война, что она рано или поздно произойдёт, что, значит, постоянно происходят некие, так сказать, ошибки, которые по ходу дела чудом исправляют. Значит, вот как-то вот там система сообщила о старте нескольких баллистических ракет в Америке. Значит, у нас объявили тревогу и только, значит, то, что в этот день совершенно случайно дежурным, вот по этому системе раннего предупреждения о ракетном направлении, системе предупреждения ракетного нападения, СПРН, был её как раз создатель, разработчик, и он понял, что это какая-то ошибка. И вот он, значит, не отдал команду дальше. А дальше должен был автоматически дать команду на массированный удар по Соединённым Штатам. Вот. Ну, то же самое где-то, оказалось, произошло как-то на Окинаве с американским ядерным оружием. То есть тоже тамошний командир усмотрел какой-то вот несуразицу в отданном приказе нанести удар. Ну, так и непонятно, от кого же этот приказ пришёл, но он всё-таки приходил, но оказался ошибочным. Хотя, ну, что же, там же коды все, коды все пришли, запускай. А по ошибке такая вот случайно. Ну, непонятно откуда. Вот, кстати говоря, интересная тема для, скажем так сказать, пофантазировать. Ну, во-первых, для расследования, которое явно где-то проводилось, и явно оно не опубликовано. А с другой стороны, вот, пофантазировать на эту тему что-то в духе, как я перестал бояться атомной бомбы. Перестал бояться и полюбил атомную бомбу. Помните, такой был фильм замечательный? Тоже, кстати, про ядерную войну. Не состоявшуюся, к счастью. Вот, вот какие-то такие вот расклады, такие подходы. Ну, вообще говоря, я вам так вот тоже скажу, что ядерная война не может погубить человечество. Это очень большая неприятность, которая, тем не менее, не приведёт к гибели цивилизации, скажем так. А вот теперь, значит, следующий момент. Давайте так вспомним. Нашей, значит, Вселенной всего-то навсего где-то 13,8 миллиарда лет. Наша галактика, но мы имеем в виду цивилизации, которые всё-таки в нашей галактике живут. Наша галактика совсем недавно по, так сказать, вот этим меркам Вселенной, где-то порядка 6 миллиардов лет тому назад, перестала быть активной. У неё перестало быть активным ядро. В ядре галактики у нас есть огромная чёрная дыра, огромная чёрная дыра, чёрная дыра огромной массы. Чёрная дыра огромной массы, которую она, конечно, собирала. И вот этот тот процесс собирания этой массы закончился порядка 6 миллиардов лет тому назад. Пока она собирает, вот этот вот диск аккреции излучает рентгеновское излучение, гамма-излучение, которое, в общем-то говоря, как вот так говорить, стерилизует, немножко кавычка, галактику. То есть вот 6 миллиардов лет тому назад в галактике жизнь была невозможна в принципе. Значит, что случилось дальше в нашей галактике? В нашей галактике как раз именно примерно в это время, то ли 6, то ли 5,5 миллиардов лет тому назад, появилось Солнышко. И тут же она чудом захватила, значит, остатки взрыва какой-то сверхновой звезды, и из них свалялись планеты. Вообще, в принципе говоря, там я часто очень рассказывал про эти космические чудеса, про это наше астрофизическое везение, как она у нас в Солнечной системе возникла такая замечательная двойная планета Земля-Луна, у которой были океаны, на которой не было слишком плотной атмосферы, всё это вот сечение обстоятельств. В принципе говоря, по-хорошему, за 5 миллиардов лет такого бы не могло случиться, такой пригодной для жизни планеты не могло появиться. А она стала уже пригодной где-то миллиардов 5 лет тому назад, в принципе пригодной для жизни. А вот Венера, сестра Земли, до сих пор вообще непригодна, потому что не провентилировалась к манте, а у нас она провентилировалась. Не буду про это говорить, сейчас не об этом разговор. Дело в том, что, допустим, где-то тоже что-то похожее случилось. Ну, кто его знает, ну повезло не одним нам. Хорошо, хорошо, я не спорю. Не буду спорить, хотя тут очень сомнительно, слишком маленькие вероятности, они посчитаны. Дальше что же интересное происходит у нас? У нас, значит, появляется жизнь на планете Земля. Как ни странно, она появилась почти с самого начала, то есть это тоже вселяет уверенность в том, что где-то тоже такое могло быть. Появилась жизнь с самого начала и стала теперь развиваться. Развивалась она, развивалась. И развилась она вот до мезозойского периода, эра средней жизни, мезозой. Зоя – это жизнь, а мезо – средняя. Вот, до динозавров дошли мы, до всех прочих вот товарищей. И тут случилось вымирание динозавров. Не будем обсуждать, какие причины. Причины были достаточно естественные, эволюционные. Вот, потому что появились у них бодрые конкуренты, млекопитающие. И вот дальше уже должны были на Земле царствовать млекопитающие. А мы и царствуем. Да, но тут маленькая деталька. Вот, темп эволюции вдруг, где-то порядка 30 миллионов лет назад, резко вырос. Если вы посмотрите вот на костные остатки, других у нас нет, костные остатки динозавров, вот этих вот их предшественников, архаических всяких ящеров, архозавров, так, наверное, можно назвать, вот, то они менялись очень медленно. А вот млекопитающие, ну, вообще, миллион лет назад вот таких, как сейчас, практически не было. Фауна обновляется, я не знаю, темп сумасшедший, да? Сумасшедший темп. Ну, сейчас спорят, сколько лет назад появились гоминиды, то есть человекоподобные существа. Ну, сейчас вроде отодвинули до пары-тройки миллионов всего-навсего, появились гоминиды. А потом они вот за пару-тройку миллионов доэволюционировали до человека разумного. Как такое могло быть? Нет, этому есть объяснение. Дело в том, что как раз 30 миллионов лет тому назад, как только началось царство млекопитающих, началось то, что называется, ну, я бы мог назвать его так, условия, пригодные для очень быстрой эволюции. Что значит очень быстрой эволюции? Вот смотрите-ка. Я вам сейчас на примере техники скажу. Вот одной из самых передовых стран мира в 60-х годах, 20-х век, была Япония. Почему? А потому что у ней вся промышленность во время войны Второй мировой была уничтожена. И вот за 15 лет они восстановили, но уже по последнему слову техники. То же самое. В 19-18 веке ещё была создана промышленность в Великобритании, и она, значит, стала мастерской мира. А тут молодая Германия появилась во второй половине уже, последней четверти, божем сказать, 19-го века. И она вступила на путь промышленного развития. И она как раз у ней получилась более передовая экономика в техническом отношении на чистом месте. Понимаете, да? Вот то же самое происходит и с эволюцией животных. Нужны частые... Ну, вот был такой биолог, он эволюционист Кювье. Он считал, что в эволюции очень важную роль играют катастрофы. Катастрофы, истребляющие значительную часть, значит, поголовья, скажем так, животного мира. То есть, истребляются, значит, самые неподходящие виды. Чуть-чуть ты слабенький, всё, уходи, тебя заменит более передовой. И у нас начались эти периоды катастроф. Собственно, 30 миллионов лет назад мы в планету Земля вступила в эру, которая называется, значит, ледниковый период. Вот это вот ледниковая эра. У нас, значит, регулярно растут ледники. Значит, где-то такая фаза. Значит, где-то 80-100 тысяч лет это вот такая фаза. Холодная. Это когда циркуляция двухзвенная. Очень жаркий экватор, невыносимый для жизни. И очень холодные полюсные области, да? Там над ними висит антициклон. Вот такая тундра. То есть, вот. И потом короткое межледниковие. От нескольких тысячелетий до десятка тысяч лет. Вот мы сейчас 19 тысяч лет межледниковой переживаем. Вот. И за это время, значит, когда межледниковие, появляются новые виды. Вот оно, пожалуйста, давай так, заселять надо. Всё, пусто. Модосваивать. Тает ледник. Мы туда приходим, значит, заселяем, да? Старая фауна уходит, новая растёт. И несовершенный вымирает. Несовершенный вымирает, когда следующий ледник. Потому что гибнут все биоцинозы абсолютно. То есть, нужно кто-то в течение тысячи лет как-то вот просуществовать. Сумел просуществовать? Всё. Размножайся. Заселяй землю. Очень, ну, пара тысяч лет. Это значит, когда вот в зоне вот стыка между страшно жарким климатом экватора и страшно холодным климатом вот этой приполярной области, которая простирается до Северной Африки. Всё приполярная область в этот момент. Вот тут маленькие полоски в пустыне Сахара, значит, где можно как-то вот жить. Всё. Вот такая вот вещь. Вот. Ну, и там, значит, появляется жизнь. Там вот человек где-то там вот и влачит своё существование. А потом, значит, заканчивается период. Всё опять заселяем. Цивилизация вот и появилась, да? То есть, понимаете, в чём дело? В принципе, значит, вот, значит, почему на Земле появилась раньше, чем на других звёздах? А вот у нас вот такая вот вещь произошла. Вот 30 миллионов лет у нас вот этот вот усиленный темп эволюции. Вполне возможно, что человек только впервые появился. Переживёт ли человек очередной ледниковый период, которого не миновать? Это вам не ядерная зима, никакой подполковник её не отменит. Вот. Не переживёт. Человечество как цивилизация, безусловно, не переживёт. Потому что, опять же, все биоцинозы уничтожены. Это, значит, просто отдельные представители вида каким-то образом умудрятся сохраниться. Да? Ну, мы верим, что умудрятся. А потом, значит, пожалуйста, через 100 тысяч лет давай, воссоздавай цивилизацию вперёд. Рубило каменные, скребки, всё, работай. Вот такие вот дела. Вот. Ну, то есть, поэтому вот и не поднимается. А на других, ну, просто не сложилось таких условий. Вот. Не подарила им природа вот такой ледниковый период, за который, вот, возможно, такой бурный рост, значит, разнообразия биологического. Кстати говоря, быстро темпы эволюции. Кстати говоря, не совсем понятно, почему вот это вот ледниковие сменяется межледниковием. С какой стати вдруг начинается из тропической зоны экспорт тепла с помощью вот этих вот тропических ураганов, как они, тайфуны, ну, вот это вот, тропические ураганы, по-другому сказать. Значит, как они вдруг начинают выходить дальше, выше, формируется таким образом ещё одна зона циркуляции промежуточной, которая называется зона умеренного климата, а вот этот полярный климат отступает. Вот. Мне не совсем понятно, по крайней мере. Я не знаю, климатологи уже ответили для себя на этот вопрос или нет. Вот. Так что вот такая вот ситуация-то. То есть шансов у человечества, как цивилизация, выжить, конечно, никаких нет. Никаких нет шансов дожить до ситуации, чтобы... И дело не в том, что 10-5 или 10-7. Ноль. Ноль, но это не они говорят, что это будет в 21 веке. Это, может быть, и вот будущее зимой. Может, эта зима не кончится. Ну, вот совсем... А может быть, и ещё протянем тысячу лет. Кто его знает? Ну, надейтесь. Молитесь Богу. Всё. Ничего, кроме случая, здесь нет. Вот такие вот дела я вам приятное рассказал. Неприятное. Неприятное рассказал. Вот. А вы мне, пожалуйста, вот пришлите денег на мою бедность, на мою нищету. Я ведь нигде не работаю, только вот рассказываю вам про науку, чтобы вы вот развивались. Значит, может быть, сохранитесь в цивилизации в следующей, благодаря каким-нибудь знаниям. Кто его знает, да? Вдруг спасётся цивилизация с вашей помощью. Внизу, для того, чтобы мне помочь, есть номер Сбербанкской карточки, номер счёта в Сбербанке есть, можете туда регулярные платежи делать. Есть ссылка, чтобы, значит, в Donation Allers мне задонатить. Она и для иностранцев, кстати, пригодна. Есть ссылка, чтобы вы стали спонсорами моего канала на Ютубе. Там такая тоже есть ссылка, это ютубовская ссылка. Есть PayPal, это для иностранцев. Есть Яндекс.Деньги, Киево, кошелёк, кошелёк ВКонтакте. Юмани, это всё наше российское. Есть ещё PayPal, это для иностранцев. Ну, а вообще говоря, вот я надеюсь хоть чуть-чуть дожить, вам ещё что-нибудь рассказать. Если поможете, конечно, да? Ну, вот такая вот печальная концепция, которой сейчас, значит, вот наука придерживается, а журнал «Природа» – это, ну, скажем так, официальный научно-популярный орган Российской Академии Наук. Очень серьёзный, там печатаются учёные, там не обсуждают, там, какие-то непроверенные идеи. Это всё идеи проверенные. О том, что, вот, значит, так они оценили вероятность выживания в течение ближайших десятилетий человечества, как 10 в минус 5, 10 в минус 7. Ну, представляете, то есть, это надёжно, что погибнет, можете ставки делать. Ну, я думаю, что они преувеличивают, потому что это ставка на ядерную зиму. Кстати говоря, в США говорят, что ядерную зиму придумал КГБ, KGB, а мы говорим, что её придумал ЦРУ, CIA. Да, это вот они подкинули эту идейку. Ну, вот, теперь не поймёшь, кто, да? Та её, та её. Это известные такие фокусы. Вот. Так что жду от вас поддержку. Спасибо вам большое, если поможете. Если не поможете, тоже спасибо, что хоть посмотрели, лайкнули, репостнули, комментарии написали. Пока. Всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok